здравствуйте уважаемые трейдеры с вами на связи виталий кухта сегодня у нас вторник 9 января сделаю обзор рынка пройдусь по всем активам начиная там фондовых индексов индекса страха дальше товар на сырьевым фьючерсам и нефть золото серебро и другие товары катон интересная информация интересная информация по какао также валютный рынок плюс криптовалютный рынок пройдемся разберем как прошлые идеи которые я говорил которые там отработались которые не отработались есть пару идеи которые не отработалась ну и дам конечно видение на текущий момент есть у меня по некоторым инструментом основной сценарий и есть и сомнения по нему да то есть вы понимаете что на рынке не всегда есть ситуация на которых ты уверен на 80 процентов то есть все-таки я люблю торговать а там я реально топлю за ну за какую-то идею словно за покупку чего-то да как было в декабре прошлого года вот было очень много идей таких хороших там по евро доллару по фунту по золоту по серебру вот я прям был уверен этих сделках и на этих сделках мы очень хорошо заработали с ребятами сейчас рынок более чуть сложный то есть где-то удается слоить движение где-то нет ну давайте конкретно сейчас начнем графика мной напомню что на сайте моего проекта про сигнал есть подписка на про сигнал сигнал рекомендации есть обучение трейдингу а также есть обучение инвестированию формате не классического инвестирования когда вы просто покупаете какие-то бумаги а когда вы покупаете ценные бумаги или криптовалюты в тот момент когда не выгодно для для инвестирования с технической точки зрения с модельного анализа да то есть на сайте есть информация вот курс инвестор можете прийти я еще программу до конца не скажем не обработал ну скажем база база уже оформлена поэтому ознакомьтесь пишите если будут вопросы и так давайте начнем с рынка начнем давайте с фондового рынка и конкретно прежде чем начать с фондовых индексов я бы обратил ваше внимание на на индекс страха здесь интересная ситуация в том что первое нас во первых здесь тренд достаточно сильный как у нас по фондовым индексом восходящий тренд по индексу страха аналогично нисходящий тренд то есть как бы нет страха на рынке в инвесторов в основном это что вы понимали на есть два типа инвесторов первый это на профессиональные скажем так инвестора и частные инвестора то в основном прошлом году покупали частные инвесторам крупные и крупные на профессиональные инвестора они там частично где-то и выходили за счет этого рынок и рост прежде чем начать обзор по фондовому рынку хотела сказать что jp morgan объявил скажем высказался по поводу опасений фондового рынка с точки зрения так как вас долг сша достаточно большой и и это может скажем перспективе вызвать негативный сценарий на фондовом рынке я в принципе тоже придерживаться этого момента но пока я еще думаю что не время падать глобально для фондового рынка мы еще какие-то максимум будем в этом году показывать и там ближайшие там квартала дальше уже посмотрим возможно во втором полугодии двадцать четвертого года уже начнутся какие-то более ощутимые обвалы могут быть сейчас коррекционные но пока вот так такое лирическое вступление дальше что у нас по индексу страха здесь рисуется такая ситуация что возможно у нас у нас сегодня прошла экспирация по фьючерсу на индекс страха вот она была 12 декабря прошлом месяце и вот у нас сегодня 9 до тоже экспирация прошла и мы сформировали такую неплохую как мне кажется модель конечно напротив сильного тренда и пока мы выше уровня 14 пунктов есть шанс что у нас индекс страха может скорректироваться наверх достаточно хорошо в район 16 пунктов и даже там 18 пунктов я думаю напомню на этой неделе будут новости по инфляции четверг ожидания идут на снижение но возможно по сравнению с ноябрем будет плюс 1 плюс 0 1 роста я имею снижение по базовой инфляции то есть ожидается и если здесь будут какие-то сюрпризы напомню там и зарплата растут население сша или еще там по некоторым направлениям что может это повлиять и плюс не помню или джипи морган или морган стэнли тоже к так как все ожидают на текущий момент что инфляция будет падать и ставки уже начнут понижать в марте текущего года до марте и аналитики джипи морган ожидают что возможно инфляция не так будет сильно падать какие-то будут и скачки небольшие поэтому это тянется до июня до июня и в уже в июне возможно будут понижать ставки все таком ключе этот момент тоже важен поэтому за инфляцией мы следим уже ближе к четвергу будет возможно более там понятная картинка у нас еще про торгуется два дня вторник среда и и там возможно более ясной будет картинка поэтому у меня по индексу страха есть какие-то предпосылки на возможную коррекцию и это возможно приведет к снижению на фондовых индекса индексов хотя здесь пока я не вижу никаких шортов вот я в прошлый раз говорил что у нас есть предпосылки к снижению по 7500 по nasdaq но они были очень слабые я туда не лез я там на одном другом инструменте попала фондовым индексом здесь я буду смотреть как закроется у нас сегодняшний день по nasdaq если мы вчерашний день будем поглощать рост то в таком случае можно будет говорить о дальнейшей коррекции а пока все говорит о том что здесь будет скорее рост если в двух словах пока фондовый индекс и не трогаю от мне чуть-чуть интересен индекс страха вот по нему есть интерес дальше давайте фондой закончим на придем товар на сырьевом рынку золото по золоту ситуация дальше сложная для меня немного формате том что прошлый раз я говорил что я вижу short но я чуть ждал еще и пропустил вчерашнее снижение локально можно было интро дэй прилично до уровня 2017 заработать хорошо на текущий момент для понимания что здесь происходит мне до конца не понятно что вот этот задвижение вниз идет это начало нового тренда или это коррекционный тренд вот мы видим что у нас тренд восходящий мы отсюда можем хорошенько уйти вверх я аналогичным по золоту еще жду жду вторник среда посмотрим возможно сегодня мы локально сможем еще показать какой-то рост в район 2050 2000 там 60 долларов да и дальше буду уже там смотреть вторник среда на инфляции четверг возможно буду принимать решение потому что я напомню в начале прошлой неделе я шортил золото и серебро потом я вышел то есть заработал и сейчас несложно определить что это за движение она может быть коррекционным и мы уйдем наверх то есть у нас есть предпосылки по тренду кто там допустим если вы ваш анализ показывает лонг по золоту то в принципе предпосылки ланга тоже есть если что касается серебра здесь ситуация аналогична можем немножко скорректироваться вот серебро отпадало и видно что уже начинает откупать здесь возможно начнется какой-то локальный рост по серебру тоже его пока не торгую ну чтобы понимали бывают такие ситуации не очень часто и очень длительное время бывают не торговые очень рискованные вот мне допустим на прошлой неделе я очень много рискованных сделок делал и на 80 процентов они все отработались вообще для понимания на рынке ну по моей системе по одному инструменту бывает точки входа в месяц приблизительно 1 2 3 редко очень хороших все остальное это очень большой риск для меня это бывает не каждый месяц хорошая ситуация вот это для понимания почему почему вот так я говорю по некоторым инструментом что к ситуации непонятно по нефти марки бренд light картинка аналогичная прошлый раз я говорил что я сидел в шортах и принципе мне повезло у меня стоп лоссы стояли за максимум четверга в районе 79 30 и получается пятницу не сработал мой стоп лосс и в понедельник мы получили хорошее движение и пока находимся в плюсе по нефти часть зафиксировали и дальше я удерживаю нефть на снижение в район 73 на возможно 70 долларов по нефти марки бренд а я думаю что с коррекции здесь жду еще коррекцию возможно буду добавляться в шорт потому что скорее всего здесь будет дальнейшее падение конечно если там не будет сильный откуп вот такая ситуация по нефти поэтому здесь я больше уверен за за шорты то есть у нас тренд и видно что здесь вот пытались откупить на прошлой неделе но снова слили плюс у нас саудовская аравия снизила цены на них на 2 доллара и скажем это как бы помогло мне моей сделки в принципе если следить за вот картинка видите то есть модель показывал что шорта новости уже как бы подтолкнули этому так ну и интересная ситуация как я уже сказал пока тону кто торгует катон здесь мне кажется дозревая достаточно неплохой лонг я бы я бы откупал катон все что выше 79 я бы набирал покупки у нас здесь потенциал хороший в район там 83 85 возможно 90 на ближайшее время конечно здесь сильный сильный нисходящий тренд а то я в прошлом году весь 23 год я покупал катон ну принципе здесь неплохо росли я ожидал среднесрочного движения но у нас были движения такие там 35 долларов вверх можно на этом было заработать но я ожидал сильнейшее более сильное движение конечно здесь возможно рынок скажем стагнирует достаточно сильно и если мы будем проваливаться ниже 75 то дальше мы увидим и 70 и 65 по пока тону поэтому здесь обязательно соблюдайте риски так это что касается катона что касается какао здесь ситуация интересная тем что мы вчера с ребятами вот я немножко проморгал на прошлой неделе там четверг пятница же заширтить какао там очень хорошим ценам и я уже входил вчера в понедельник на пробой 4200 здесь смотрите какая хорошая моделька была вот уровень 4200 видно что цены зажимают вниз здесь была хорошая очень модель по моему модельному анализу модель 6 можно было шортить в районе там 4 260 но я этот момент пропустил и уже входили на пробой то есть как я говорил раньше есть два варианта точек хода по моей стратегии и по герчика да вот воспользовались моментом входа на пробой смотрите какой обвал был вчера феерический вниз и что здесь интересно мне кажется что какао может идти глобально на коррекцию так как у нас смотрите весь двадцать третий год какао показывала рост боя сто процентов мы сделали роста я думаю что этот рынок должен хорошенько скорректироваться хотя бы в район 3 400 на и поэтому я предлагаю когда будут коррекции набирать шорты по какао с хорошим среднесрочным движением кто торгует эту экзотику то принципе может этим воспользоваться ну и дальше валютный рынок здесь индекс доллара если двух словах то есть я напомню еще с прошлой недели говорил что я покупаю индекс доллара жду укрепления но я это работаю против тренда и здесь есть возможно одна ловушка на которую можно попасть да я сейчас они поговорю расскажу основной сценарий то что пока мы выше 101 65 условно вот этот локальный минимум который у нас был я выше этого уровня жду возможность сломать этой тенденции так как предполагаю что у нас вот этот тренд имеет право на на коррекцию на более глубокую в 104 возможность 106 104 105 так условно но так как у нас присутствует всегда альтернатива на рынке если вы по каким-то причинам трейдер шартист по индексу доллара или там покупайте евро другие активы а здесь есть и предпосылки торговли по тренду на то есть пока мы ниже 102 40 четкий уровень могут хорошенько провалиться вот у меня был такой я попал был на стоп лосс в начале декабря когда аналогично думал что мы скорректируемся чуть более глубоко по индексу доллара и я попал на убыток по данному инструменту вот это если двух словах что вы понимали какие у меня сейчас мысли по индексу доллара то есть я за за покупки но я в них сильно не уверен где-то на процентов 65 и так плюс-минус нам то есть у меня нету 80 процентов верность я не говорю там а сто процентов такие сделки бывают ли под 90 процентов то есть бывают такие прям ну когда очень сильно уверен как бы как говорят верняк но таких верняках тоже нужно быть очень аккуратным помните сценарий из сериала миллиарды где ребята инвестировали в ipo вот этого этих соков да помните эту ситуацию прокурор его помощник это его друг юрист папа этого прокурора до чака и они такие это верняк то есть они еще взяли там деньги в кредит проинвестировали в ipo эти акции хорошо росли они еще хотели заработать больше ну потом пошла подстава до бабе акселерода и акции сильно валились они потеряли эти все деньги то есть поэтому тоже нужно быть всегда аккуратно сверняком то есть не на все ставить вот такая картинка у меня по индексу доллара вот аналогично индекс доллар я на текущий момент не торгую у меня есть сделки по евро доллару как я говорил уже пока мы по евро доллару ниже 110 я шаркист вот у нас есть такой сильный тренд я думаю что мы этот тренд сломаем как вариант но аналогичная ситуация как с индексом доллара вот здесь начало декабря у нас в принципе тоже был уровень 108 там 20 если мы все-таки пробьем и закроемся выше там 110 то возможно то есть это на сегодня вторник если пройдем вверх дальше среда и четверг возможно я буду покупать дальше евро доллар с целью на обновление максимум 111 40 и уже дальше буду смотреть вот здесь наши рты потому что я думаю что вот этот тренд он он должен где-то ближайшее время скорректироваться если он скорректируется не с текущих то сделаем обновление хая то есть я получу свой стоп лосс и дальше дальше буду искать новые точки входа в шорт аналогично канадский доллар вот здесь я конечно вошел на покупку на начальной стадии где возможно было еще войти на евро на начальной стадии разворота тренда хотя это да чуть побоялся не спешил так как но это против сильного тренда а вот по канадцу я успел где-то в районе 132 60 войти и вот смотрите какие хорошие цены мы прокатились наверх час зафиксировали сидим без убытки и с надеждой что этот тренд более сильно скорректируется в район 135 36 такое возможно и поэтому я если пока эту ситуацию не не поломают то есть это нужно понимать доллар-франк аналогично с евро долларом у нас ключевой уровень поддержки смотрите вот так 084 50 условно все что выше данного уровня я за покупки с целью 085 55 и выше нам если пойдет пробой 085 55 то на стены могут уйти в район как минимум 087 088 покупка с текущих то есть это в аналогичная по евро сижу по франку сижу и возможно кто работает пробой и попробовать если мы все-таки подойдем к 085 55 попробовать на пробой сработать дальше ну давайте по криптовалютам в двух словах по биткоину прошел пробой уровня 44 700 я напомню прошлый раз я был за покупки по биткоину прошлом обзоре я здесь спекулятивно даже шаркил я думал что здесь будет для перед тем как мы уйдем наверх более глубокая коррекция она была небольшой где-то под под 800 долларов то есть для биткоина это сейчас очень маленькая и в принципе я своим ребятам говорил то есть что там несколько сценариев писал работа на пробой или выйти с шартов поставить лимитку на пробой или сидеть шартах на случай на какого-то фейка очередного по биткоину или негативных новостей такое тоже возможно было поэтому bitcoin красиво отработал вот я вам скажу последнее время по биткоину у меня было несколько хороших точек входа в последние там несколько месяцев на пробой на я думаю вы смотрели кто смотрит мои обзоры я торговал биткоин и по модельному анализу с коррекцией и на пробой по герчику на текущий момент по биткоину я думаю что здесь потенциал в район 50 тысяч конечно если я не знаю что там будет с этим и тифом то есть я не буду там рассказывать гадать но пока все смотрится на покупку с и коррекцией можно чуть-чуть подбирать биткоин кто уже не желает покупать биткоин мне кажется что эфир имеет тоже хороший потенциал на рост он пока отстаёт вот я бы эфир потихонечку подбирал пока мы находимся в импульсе от вчера от понедельника вот этот импульс и в этом тренде я бы покупал эфир с целью обновления максимумов две четыреста пятьдесят и в район две пятьсот и выше то есть возможно если позитивные новости будут по биткоин и тефу может быть сегодня вечером завтра вечером то эфир тоже как бы как вариант потянет но обязательно риски риски соблюдайте то есть потому что все возможно ну и от проскальзывания никто не застрахован хорошо на этом все если у вас будут какие-то вопросы пишите в комментариях там был вопрос по поводу таймкодов ну смотрите ребята я в принципе делаю обзор по стандартным инструментам начинаю фондовый рынок товарно-сырьевой валютный криптовалютный в принципе кто меня стандартно смотрит он приблизительно знает где какой блок статистики то есть тратить свое время еще на тайм-коды можно ну не всегда есть время свободного таком ключе понимаю что он бы было более удобно но для более хорошего удобства есть закрытый канал про сигнал там четко посидите себе вам telegram блин сигнал что что и пришло сообщение по такому-то инструменту то есть вот там и я трачу свое время потому что там и мои ученики и подписчики то есть не за это заплатили мне интересно вести закрытый канал то есть а вот тратить еще дополнительное время на тайм-кода возможно где-то ближайшее время буду делать то есть я понимаю что удобно вам не все смотрят другие инструменты сложно иногда поискать попытаюсь всем пока спасибо будут вопросы изучайте на на сайте проекта кухта кепитал пишите в личку пока